В социальных магазинах килограмм картофеля из запасов стабфонда реализуется по цене 94 тенге. Морковь 174, а лук 110. Как говорят продавцы, люди покупают много. В день удается продать около тонны овощей. По цене стабилизационного фонда спрашивают и сахар, и крупы. Единственное но – сомнительное качество некоторых товаров. Качество, я бы не сказала, что там отличное, но картошка хорошая, на вкус очень вкусная, быстро варится и картошка желтая. Но мы фасуем по 5 килограмм картошку, там где-то 5-6 штук выйдет по-любому, потому что картошка стоит 94 тенге. Везде знаете оптом, сколько стоит картошка. Каждый день завозим? Каждый день. Только в воскресенье не завозим, потому что склад отдыхает. В понедельник санитарный день. А так каждый день. Каждый день у нас, что в наличии всегда у нас было, у нас постоянно проверяет стабфон сам. И вот телевидение, и люди спрашивают. Хорошо спрашивают. Как сообщают официальные представители стабфонда, запасы продуктов на складе имеются в достаточных количествах. А в ближайшее время ожидается дополнительная поставка некоторых овощей. Сахар 180 тонн, гречка 16 тонн, морковка где-то тонн 50, картошка около 100 тонн где-то еще есть, лук 150 где-то есть, и масло подсолнечное 95 тысяч литров. Ожидаем капуста должна приехать 20 тонн. Многие товары в социальных магазинах реализуются по цене ниже, чем в супермаркетах и магазинах у дома. Так, килограмм сахара здесь стоит 363 тенге, гречки и риса 481 и 200 тенге соответственно, а почти литр подсолнечного масла можно приобрести по цене 625 тенге. Жанна Акжолова, Жаслан Жбаев, программа «Факт».